Добрый день, уважаемые зрители! 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 Добрый день, уважаемые зрители~! Добрый день, уважаемые зрители! Виолу я показывал, виола у меня уже ушла, сейчас я рассаживаю петунию, вот у меня рассада петунии стоит, здесь петуния получается махровая, розовая и других расцветок. Время этим петуниям высадки где-то 3-4-5 дней, я их постепенно подсаживаю, вот в таком состоянии у меня петуния. Здесь у меня рассада армерии, это многолетник, который используется на горках альпийских, очень красивые и нарядные цветы. Ну вот здесь получается я вынес уже в теплицу пеларгонию, здесь она всех видов вместе, потом я буду разделять. Здесь и получается зональная, и ампельная, или пеларгония плющелистная, королевская пеларгония. Вот здесь растет такая культура как мальва, многолетние растения, махровая мальва, очень оригинальное растение такое. Здесь я включал и показывал махровую, как рассаживал гвоздику махровую, кустовую. Вот здесь она уже в таком виде у меня растет, произрастает, кустики кустятся, растения хорошие, зеленые, ярко-зеленые. Здесь разных расцветов, ну я думаю, что недельки через две она уже будет цвести полным ходом. Конечно, у людей уже получается торгуют люди этой культурой, но у меня еще она только растет, потому что здесь я выращиваю без отопления, не заморачиваясь. Поэтому вот сейчас махровая в таком у меня состоянии. Что еще здесь у меня, вот я уже высадил здесь подвески, разрастаются сульфинии. Вот уже видно, начинает куститься, да, сульфинья. Вот в таком состоянии. Так что росла здесь у меня, значит, виола, виола уже, как говорится, ушла. Ну вот вкратце, что я вам хотел сегодня рассказать о портулаке, ну и показал, что у меня здесь растет в теплице. Я, конечно, сейчас на пенсии и занимаюсь творческим делом, цветами, других у меня дел полно. Поэтому вот я вам показываю, чем можно пенсионеру заняться, чтобы не сидеть, не забивать во дворах домино-козла. На этом я с вами буду прощаться. Если вам понравился мой репортаж, можете подписаться на мой канал, ставьте лайки. Вот. И пока, до свидания, до новых встреч. Буду дальше показывать, чем же я тут занимаюсь на своей даче. Кому понравится, можете спокойно заняться творческим делом, пользой и для души, и для кармана. Так что всем хороших урожаев, хорошего цветения. Пока, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...